В нашей области появился на свет уникальный жеребенок. Лошади тракенинской породы еще никогда не давали потомства в Сибири. Именно такие жеребцы завоевывают медали на Олимпиадах. В них генетически заложены способности к преодолению барьеров. С будущими чемпионами познакомился Анатолий Харитонов. В этом диняке любимец местных всадников. Первый рожденный в Сибири жеребенок легендарной тракенинской породы. Малышу по кличке «Подарок» всего две недели, но он уже твердо стоит на ногах. Сено почти не ест, питается в основном молоком матери. Тем не менее, говорят спортсмены, младенец растет не по дням, а по часам. Обычно же ребята всего боятся. Громких звуков, резких движений и чуть что сразу прячутся за маму. Но подарок не такой. Он очень общительный и практически ручной. И, как видите, все пытается попробовать на зуб. Озорной, сильный. Его будущее на манеже, уверены специалисты. Русский тракен – универсальная порода. На соревнованиях может выступать сразу в трех дисциплинах. В конкуре, выездке и троеборье. На таких лошадях советские всадники завоевывали медали Олимпийских игр. После развала СССР государство перестало финансировать конный спорт. Селекцией этих грациозных животных практически не занимались. Наши земляки решили вернуть им былую славу. В прошлом году тракенов привезли в Новосибирск из Краснодарского края. Поначалу беспокоились, приживутся ли. Суровый климат, долгие зимы, а теплого подшерстка у них нет. Вскоре кобыла по кличке Персия забеременела. Через 11 месяцев и 10 дней. Как правило, столько мать носит жеребенка в утробе, спортсмены начали дежурить у денека. Мы ждали 4 дня подряд, не спалят со всей нашей командой. Ждали, хотели помочь кобыле, поддержать ее. Ну, кобыла все сделала сама. Пока мы пили чай, пришли, жеребенок уже родился. Он уже буквально стоял на ножках под кобылой. Кобыла принесла нам подарок. Поэтому и зовут его подарок. Жизнерадостный жеребенок. Мы очень ему рады, что он у нас появился. И ждем остальных жеребят. Не дождемся. Другие кобылы на сносях. Примерно через месяц-полтора на свет появятся еще три жеребенка тракененской породы. Новорожденные не скоро выйдут на манеж. К соревнованиям в этой конюшне сейчас готовят взрослых тракенов. 8 мая они выступят на чемпионате Новосибирской области. В июне будут защищать честь нашего региона на первенстве Сибирского федерального округа. Анатолий Харитонов, Константин Менин. Новости ОТС.